приветствую всех на своем канале очень рада вас снова видеть сегодня мы будем делать расклад на тему беседа самим собой но прежде чем я начну хочу сказать два момента первое это конечно же поблагодарить вас за ваши донаты и напомнить что для жителей не российской федерации есть под видео кнопка в виде сердечка называется она супер спасибо вы можете нажать на нее и тем самым сделать донат совсем небольшая сумма и в этом не столь важно а те кто делает я хочу у вас поблагодарить за это мне очень приятно и второй момент хочу сказать что в плейлисте мои услуги то есть на главной на главной странице моего канала есть раздел который называется плейлисты в нем есть плейлист который так и называется мои услуги и если вы заметили на днях я выложил один очень маленький такой фрагмент из своего курса древо жизни ближайшее время я планирую выкладывать несколько нарезок из разных моих курсов таким образом маленькие небольшие таким образом а будет немножечко понятно о чем мои курсы и для чего вам их необходимо приобрести если вы хотите почему потому что название иногда бывают такие пугающие в плане того что не совсем понятно о чем но наполненность всегда курсов она направлена на развитие и развитие нас и понимание себя так например как курс путь души после физической смерти он такой достаточно глубокий в плане понимания того вообще как как мы рождаемся да как мы выбираем свои контракты что такое карма о которой многие говорят и вот знаете это сейчас не потому что я хочу продать этот курс а вот просто вопросы иногда которые я читаю в комментариях люди пишут например там я не знаю как проработать свою карму либо там карму рода отмываю там очищаю не знаю отмаливаю вот мне хочется сказать что когда мы не понимаем что-то мы совершаем какие-то действия которые не совсем эффективны и все курсы которые я создаю они имеют одну единственную цель просвещение то есть осветить ту или иную тематику с целью именно понимание и выстраивание наших дальнейших действий то есть когда мы не понимаем что такое карма когда мы не понимаем как она создается то вопросы того как развязать кармический узел ходить кому-то до чтобы я не знаю как-то очистили очистили мастера эти узлы либо развязали мне кажется не то чтобы не эффективно но не укладывается у меня в голове не совсем логично поэтому я буду делать небольшие нарезки а вы их не пропускайте для этого не забывайте нажать на колокольчик чтобы все оповещения не только о моих роликах но и все что я делаю все свои действия которые совершаю на канале чтобы они к вам до вас доходили такое вот вступление но иногда мне приходится я если честно я очень не люблю эти вступления по причине того что не знаю мне кажется это не столь интересно а с другой стороны а как иначе я еще могу донести до вас информацию как я могу сказать например свои действия которые я планирую почему потому что сколько бы я не говорила что я пишу посты либо анонсы в разделе сообщества очень мало людей туда заходит и смотрят и тем самым я остаюсь не услышанной поэтому единственный оставшийся способ у меня донести до вас информацию которая на мой взгляд важная и ценно это вот перед вступлением роликов хотя опять-таки люди привыкли слушать непосредственно сам расклад это что я говорю в начале во вступлении это вот касается буквально очень маленького процента слушателей почему потому что торологов на каналах много любопытство человеческое растет и нам интересно посмотреть я раскладу очень многих торологов а для этого нужно время вот для экономии времени нам и сразу особенно если есть тайм-коды выбираем необходимую позицию послушали пошли на другой расклад другого канала там посмотрели свою позицию пошли дальше вот так вот прыгаем 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 собирая информации поэтому я я я просто не знаю как как каким образом еще как мне придумать так чтобы доносить необходимо мне информацию хотя с другой стороны я очень надеюсь на то что кому эта информация будет необходимо и и услышит и так времени было предостаточно сегодня я выбрала классику райдера старину райдера и мы с вами приступаем позиция номер один голубенький камешек посмотрим ваша беседа самим собой либо самой собой 5 карт эта карта будет описывать вас ваше нынешнее состояние четверка кубков здесь нет уныния как принципе в традиции считается эта карта у меня такое ощущение что здесь энергия у вас такая спокойная скопой спокойное комфортное состояние удовлетворение нежелание на данном этапе взаимодействовать как-то с внешним миром и вот но в то же время вы и не закрываете здесь как будто бы идут мысли о каких-то перспективах но в том состоянии в котором вы находитесь сейчас а ну какое-то такое достаточно комфортное и убаюкивающее я бы так сказал фоновое состояние когда вам хорошо когда вам приятно о чем вы разговариваете наедине с собой тогда когда у вас есть это время и вы можете побеседовать прекрасная карта верховная жреца на здесь как будто вы какие-то философские знания может быть всплывают может быть беседа идет о чем-то таком сакральном сокрытым может быть есть что-то что вы хотели бы узнать сейчас здесь нету тайны да здесь нету некой такой неизвестности вот чтобы включалась вас любопытство нет здесь наоборот когда вы наедине с собой возникает такое ощущение даже не беседы а желание побыть в тишине ощущение того что хочется тишины причем тишины такое знаете желательно чтобы было беззвучие чтобы не было ни шумов машин чтобы не было внешних каких-то раздражителей такое чувство когда вы погружаетесь внутрь себя как в некую такую бездну потому что я вижу тьму но всегда есть какой-то свет не яркие а вот как направляющие некий такой луч и вот желание как-то знаете окунуться вот в эту тьму она очень теплая одна неприятная на комфортная она обволакивающая это не негативное а этом что-то такое знаете как как в космосе такое масштабное ощущение того что именно вот в этом состоянии очень напоминает внутриутробное какое-то такое состояние убаюкивающие когда малыш находится внутриутроба женщины нету нету вот это вот света но такая теплая теплая атмосфера окутывание ваша беседа скорее всего желание побыть в этой тишине потому что она каким-то образом вас наполняет вообще не желание разговаривать о чем еще вы разговариваете звезда возможно ваши беседы собой они то что я сказала философские в начале они каким-то образом связаны с достижением ваших целей либо о чем-то таком воздуш в в возвышенном воздушные до хотела сказать вот здесь есть такое чувство как будто бы вы к чему-то стремитесь знаете вот у меня такое ощущение что если вы каким-то образом изучаете магию то что люди понимают под этим словом то здесь скорее было бы направление больше связаны с мистицизмом то есть с чем-то таким возвышенным вы бы не работали там не знаю с астралом с духами мне кажется здесь люди стремятся к более высоким уровнем все что связано с высшим я все что связано с высшим астралом низшим а высшим то есть здесь вот какое-то знаете устремление души как будто бы диалог идет непосредственно с собой душой с пониманием своего пути куда вы хотите пойти для чего вам туда может быть здесь мысли идут о том что вот вы задумываетесь каким-то образом на тем чтобы реализовать задачи вашей души и для этого вам нужно понять что именно она хочет здесь возможно вы прислушиваетесь это вот тишина и вы как будто бы прислушиваетесь к самому себе что вы хотите что вы хотите на данный момент да вы хотите пойти здесь такие беседы а надо вам это или нет а ваша это или нет а будет ли вас это наполнять или нет здесь такие вопросы какие мысли вас посещают король мечей разные у вас нету какой-то такой логической цепочки до когда вы начинаете о чем-то мыслить либо созидать однозначно созидайте о чем-то начинаете по крайней мере о чем-то таком возвышенном и можете завершать чем-то приземленным мысли которые скачут причем как я уже сказала нету логической да что вот одна мысль разворачивается в другую да как звенья одной цепи здесь и начинаете думать об одном потом как-то вот перескакиваете ваши мысли о чем-то другом ощущение того что наедине с собой вы как-то связаны с эмоциями вы как будто бы проживаете что ли не знаю может быть представляете может быть моделируете как-то в своей голове какие-то ситуации в которых вы проживаете эмоции ощущение того что во внешнем мире вы их не очень показываете вы не показываете себя кто вы есть вот какие-то свои слабые стороны возможно хотя сейчас мне показывают что вы стали больше доверяться больше открываться меньше носить эти маски но все равно что-то такое глубинное здесь как будто бы вы держите при себе какие мысли еще вас посещают о любви туз кубков о любви о том что вас наполняет о том возможно прямом смысле ваша личная жизнь каким-то образом вас затрагивает возможно здесь есть какие-то переживания в легкой какой-то такой форме либо если есть какие-то эмоции они легкие здесь легкие я имею виду в плане проживания то есть нету яркости эмоции нету какой-то вот углубленности здесь больше вот мне идет такое знаете некое такое уединение я не чувствую здесь одиночество здесь вообще люди совсем не одиноки то есть не в плане того что у них есть пара а в своем мироощущение самого себя здесь люди таки достаточно самодостаточные и но здесь есть вот какой-то чувство знаете абстрагирование от других людей уединение как 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 будто бы вот отдых да я ухожу на какой-то не необходимо передышка да вот я как-то останавливаюсь уединяюсь наполняюсь причем не обязательно что вы уединяетесь где-то на природе не абсолютно неважно место в котором вы находитесь главное вот это вот ваша внутренняя наполненность и вот вы наполняетесь как раз таки через рефлексию о жизни здесь тема бытия в общем всплывает глубокие здесь идут глубокие мысли не не смысле жизни нет здесь не об этом а здесь идут а а еще более высоких каких-то уровнях именно понимание души вот все что связано с душой все что связано с не знаю с такими понятиями как свет как как единство вот здесь больше вы себя как будто бы хотите пощупать каким-то образом энергетически понять себя какие мысли еще вас посещают о мастерстве то есть ваша профессиональная сфера возможно как вы будете зарабатывать да возможно то как вы живете каждый день можно было бы что-то улучшить возможно улучшение именно качество жизни еще какие мысли вас посещают мысли о прошлом мысли о том что у вас когда-то радовало либо какие-то мысли которые повторяются из вашего прошлого из детства что здесь именно с прошлым связано о том что как вы могли бы поменять как вы могли бы изменить свой путь возможно как вы могли бы изменить свое прошлое то здесь желание изменить свое прошлое почему потому что здесь такое чувство что где-то вы принимали не совсем верное решение что сейчас пройдя со временем да как-то повзрослев вы осознаете что где-то вы сделали ошибочные какой-то выбор возможно вам нужно было поступить по-другому еще какие мысли мысли о ваших детях мысли о ваших детях что именно вы думаете о детях хотелось бы чтобы они приносили вам радость либо наоборот о том что они приносят вам радость о том что они наполняют возможно а друзья а а друзьях ваших детей да с кем они дружат с кем они общаются их компания вот такие мысли вас посещают так это была у нас первая позиция и и мы с вами переходим позиция номер два красненькому камешку смотрим двоечки вас вашу беседу с самим собой о чем вы беседуете здесь какие-то страхи могут быть волнение переживания ваши беседы с самим собой они ночные ближе ко сну то есть тогда когда у вас есть время побыть собой и вот здесь начинаются такие моменты когда вы как будто вы начинается всегда все свои мысли из каких-то негативных моментов либо из тех мыслей которые вас тревожит это первичность чего вы начинаете какие-то переживания волнения сцены связанные с чем возможно связанные с вашей мамой либо значимой личностью женщиной вашей жизни если вы мужчина это возможно ваша жена если вы женщина то если это не женщина старше вас до главная женщина возможно вы думаете сами о себе вы думаете сами о себе а что именно вы думаете о себе что именно вы думаете о себе каких-то начинаниях которые хотели бы сделать но присутствует вот какая-то неуверенность чем именно разочарование в том что возможно ваши ожидания не оправдались возможно то что вы хотели как-то вот что-то не идет не так как вы и хотели бы а что именно возможно это личная жизнь либо здесь какое-то партнерство либо ваше общение с людьми возможно союз все что касается взаимодействия двух людей здесь идет некое такое разочарование ну-ка я еще тут уточню что выпадает луна страхи здесь есть какое-то не непонимание есть какая-то ситуация неясная для вас вот вы ее хотели бы прояснить здесь что-то вы не понимаете что именно вы не понимаете что именно вы не понимаете как начать как начать заново либо как развивать эту ситуацию как вам поступать чтобы как вам делать что вам делать как получить какой-то шанс какого шанса вы хотите шанса на развитие либо на коммуникацию на общение либо на развитие развитие чего как выйти из своего отшельника есть он очень много мечтаний фантазий как можно было все выстроить но знаете такое ощущение что чтобы вы себе не придумывали какой-то вот модель дали по идею она не реализовывается и здесь причина заключается в том что то что вы думаете вы думаете на том уровне на котором вы создали эту проблему если вы хотите ее решить а вам нужно посмотреть на эту ситуацию сверху вам нужно увидеть то чего вы не видите для этого нужно смотреть под другим ракурсом то есть если вы видите например задачу не можете ее решить на уровне действий то вам необходимо эту задачу решить на уровне возможно мыслей либо эмоций если у вас есть какие-то эмоции мысли переживания которые вы не можете решить здесь вам нужно посмотреть на эту ситуацию с точки зрения убеждений какие убеждения управляет этой ситуации если у вас есть какие-то привычки какие-то убеждения и вы не можете разобраться ну вот как как их можно сменить что с ними нужно сделать вам нужно смотреть уровнем выше это уровень ценностей и так далее далее то есть вот это вот пирамида масло она говорит как раз таки о том что на том уровне на котором мы находимся мы не можем решить нашу задачу нам надо подниматься уровнем выше а у вас это пока не получается возможно вы не знаете возможно не думали об этом и вы как будто бы вот не знаю крутитесь 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 вокруг своей оси ходите по кругу ходите по кругу чем здесь идет переживание я не могу понять мне такое ощущение что здесь тема касается личных взаимоотношений касается личных взаимоотношений либо ваши вашего состояния души либо личных взаимоотношений здесь есть какие-то страхи не знаю может быть вы переживаете что у вас нету пары может быть есть пара но вас не удовлетворяет то как выстраиваются здесь отношения возможно вы долгое время находитесь в отношениях как-то не можете перейти на другой уровень получить статус официальный какой-то либо здесь может тема напрямую касаться как я уже сказала главные женщины вашей жизни переживания ну то есть это может быть мама тетя бабушка для мужчин жена есть такое ощущение как будто бы ты находишься ночью в лесу и набрел на какое-то болото и вот этот чистое небо лунный свет и вот это вот болото и она тебя как будто бы затягивает вот что-то какое-то такое тут не очень приятное состояние что есть это болото здесь идет необходимость в каких-то переменах на только перемены эти могут произойти в том случае если вы поставите точку на прошлом что значит поставить . на прошлом это значит перестать думать так как вы мыслили в контексте данной ситуации в прошлом абсолютно по-другому как-то нужно думать я не я не могу когда знаете вот иногда часто открываем скобочки скажу когда спрашивают а как по-другому вам никто не скажет как по-другому по причине того что если есть эта задача вам ее нужно решить самостоятельно по-другому это значит так как вы раньше не делали а для того чтобы прийти к тому как вы раньше не делали вам нужно начать поиск тех действий которые вы раньше не совершали и это может быть не касательно данной темы а это может быть я не знаю абсолютно что-то другое не касательно вашей темы но любая новизна который вы привносите в свою жизнь она запустит вот эту вот цепочку которая приведет вас к новым каким-то вашим поступкам например что вам было понятно да вам нужно не решить какую-то задачу и вы не знаете как элементарно что вы можете сделать это выйти на прогулку пойти туда вот в своем городе в своем районе туда где вы раньше никогда не были я не могу вам сказать куда там где вы раньше не были это может быть соседний двор где вы раньше не были это может быть я не знаю другой конец города где вы раньше не были это может быть какой-то парк где вы раньше не были однозначно это какое-то место, в котором вы раньше не были. И это не обязательно какое-то помещение. Я говорю, это может быть прям, я не знаю, какой-то соседний район, какой-то переулок, какая-то улица, где вы раньше не бывали. И вот почему? Потому что наш мозг настолько привыкает к той реальности, к той повседневности, в которой вы проживаете, а здесь вот это вот краски происходит, что глаза как будто бы, знаете, замыливаются, и они не видят решения. Для того, чтобы увидеть что-то, надо захотеть это сделать. Нужно иметь готовность это увидеть. И вот когда вы идете в новое место, где вы раньше не были, вам это место, оно интересно. Вы начинаете его рассматривать. Рассматривайте не через призму того, как вы раньше смотрели, а по-новому, потому что там все новое. Мы никогда не были в этом месте. И вот сам вот этот вот процесс, он чисто аллегорично, он запускает как некая такая, знаете, манифестация, да, то есть я готов к чему-то новому. То есть вы как будто бы говорите вселенной, покажи мне новый путь. Вот я сделал, я совершил первый шаг, я пришел на новое место, я включил эту готовность. А теперь я жду и от тебя обратной связи, чтобы ты мне тоже подсказала решение какой-то задачи. Элементарно люди, даже и гении, да, которые искали решение каких-то своих задач, в том числе и математических, как правило, они выходили на прогулку и наблюдали за природой через призму своего вопроса. То есть они не хотели напрямую найти ответ, решение на свой вопрос. Они переключались, и они видели вот это вот свое новое место, в котором они находились, да, в прогулке. Они видели метафорично. Например, там сколько раз было, когда смотришь себе под ноги, мураш там тащит какую-то палочку, да, либо там, я не знаю, какое-то насекомое. И вот умение наблюдать, умение быть внимательным через аллегории приводило этих людей к решению своих собственных задач. То есть они видели мураша, который несет больше себя какой-то вес. И вот это вот, допустим, там для математиков, либо для физиков было неким таким толчком, что вот, оказывается, есть некая сила, да, которая будет больше той силы, которая ее использует. Вот как это можно перенести на решение своей какой-то задачи. То есть вот какие-то такие метафоры, какие-то такие аллегории, они помогали людям ходить из сложных ситуаций и получали некий такой инсайт. Вот здесь в вашем случае речь идет об этом. Здесь как будто бы идет сожаление о том, что что-то в жизни не удалось, что-то не сложилось так, как вы хотите. И это касается вашей личной жизни. Есть мечтания, но как будто бы, знаете, нету... Не то чтобы нету готовности или желания, а вы уже настолько привыкли мыслить о решении, что вы как будто бы не совсем готовы принять это само решение. То есть вот, знаете, есть какая-то повторность в ваших мыслях, да. Вот вы начинаете размышлять, и вы уже знаете, что следующая мысль, она будет вот такая, потом вторая вот такая, третья такая. И вы в конечном итоге помечтаете, помечтаете, и все. И это ничем не закончится. То есть это остается только в ваших фантазиях, в ваших мечтаниях. Вы рассмотрели разные варианты, ни к чему не пришли, закрыли эту тему. В следующий раз опять. То есть по сути вы как будто бы как-то не то чтобы наслаждаетесь процессом, а вы все время находите, вы находите в этом процессе выбора, и настолько свыклись с ним, что как будто бы уже забыли, для чего вы занимаетесь этим процессом. То есть для того, чтобы найти какое-то решение. А здесь вы это решение не находите. Почему? Потому что вот вы как будто бы в самом процессе. Какие мысли вас посвящают? О будущем. О будущем. О том, ну вот для кого-то действительно мысли о браке. Мысли о серьезности. Мысли о том, о семье. Что где-то не получается, где-то зависели, где-то нету какого-то развития. Хочется обнуления. И опять пошли по новому кругу, да? То есть, а как я обнулюсь? И вот у меня не получается. То есть, и опять заново, заново, заново. Здесь мысли, они такие цикличные, повторные, повторные. Не спрашивайте меня, что делать. Почему? Потому что тема сегодняшнего расклада, о чем вы беседуете сами собой, а не в том, как решить задачу. То есть мысли, они у вас об этом. Здесь хочется сказать, что вы как будто бы, знаете, вы мыслите то, то, чего вы вы хотели. Но вы никогда не моделируете именно свое желание. Например, вот вы хотите, там, я не знаю, счастливых отношений, а вы никогда не задумываетесь о том, а что значит счастливые отношения, а какие. И вот представить именно, когда вы уже счастливый человек, когда у вас есть, например, вот эти вот взаимоотношения с людьми, с человеком, с парой, неважно, кого вы представляете, как вы себя ощущаете, куда вы ходите, что вы делаете, если у вас дети или нет, как это вот ваше счастье влияет на вашу профессиональную сферу. Вот это я называю моделирование. У вас нет таких мыслей. У вас есть просто желание, и потом о том, что, допустим, я что-то хотел бы улучшить, да, хотел бы больше гармоничных отношений. А потом вы сразу скатываетесь в негатив в том, что да, окей, да, я хотела. Потом начинается воспоминание того из прошлого, как у вас было, и погружаетесь туда, и в конечном итоге вы как будто бы забываетесь, а вообще для чего начали эти размышления. Потом их как будто так, а, ладно, так рухной махнула и пошла дальше. Вот что-то здесь такое. Побольше думайте и созидайте именно, ну, как бы так сказать. Представляете, что вы режиссер, и вот вы снимаете фильм. В этом фильме есть главные герои. Вот как бы вы хотели, чтобы где бы они стояли, как бы они говорили, какая была у них мимика, попробуйте воссоздать картинку именно в таком формате. Если вам, например, не нравится, где стоит этот герой, как он одет, как он выглядит, его манера поведения, его мысли, его мимика, измените и посмотрите, насколько вот то, что вы придумали, насколько вам нравится эта картинка, если вы это поймете через свои ощущения, если ваши ощущения, они будут такие позитивными, вам это будет нравиться, то есть как будто бы ваше тело дает обратную связь о том, что окей, это реально, и ты можешь это создать. Если ваши ощущения негативные, то зачем вы создаете этот негативный вариант? То есть подумайте немножко вот в таком ключе. Так, мы с вами переходим к позиции номер три, троечки. Ваша беседа с самим собой. О чем вы разговариваете наедине с собой? Знаете, такая мысль не очень хорошая у меня появилась в плане совета, да, курить надо меньше. Вот, ну, в принципе, вам виднее, вы сами знаете, что нужно, а что нет. Просто такая мысль у меня пошла. Я почувствовала вот эту дымку сигарета. О чем вы думаете сами с собой? О себе, о достижении каких-то ваших задумок, целей. Здесь действительно происходит беседа. Беседа такая. Здесь нету спокойствия. То есть здесь не то, что какое-то созидание, рефлексия. А здесь какие-то мысли рваные, резкие, обрывистые. Здесь настолько скоростной мозг, что вы как будто бы, знаете, вот если мы разговариваем, да, то мы доводим предложение до конца. А здесь ощущение того, что ваши мысли в голове, они как будто бы на полусловие прерываются, и вам это понятно. То есть вам не нужно как будто бы целую речь говорить. Либо полное предложение. Вот вы как-то урывками что-то говорите, и вам это понятно. Потому что здесь очень много движения в голове. Здесь настолько быстрые, многозадачные какие-то мысли, многозадачные, вы как будто бы одновременно можете думать о двух, о трех темах в один момент. Они абсолютно разные, но как-то, я не знаю, как-то вот в вашей голове это все пересекается. Вы как будто бы сами себе что-то в голове доказываете, сами себе говорите, сами себе объясняете. Здесь такие дебаты идут. Знаете, вот когда по телевизору иногда показывают вот эти вот всевозможные политические ток-шоу, вот что-то здесь такое, да, один перебивает другого, один кричит, другой что-то доказывает. И вот все говорят, и вот какой-то такой гул, вот, но при этом вам понятно. О чем вы еще разговариваете с самим собой? Вы как будто бы сами себе объясняете, почему вы причину своей остановки в каких-то моментах, в каких-то ситуациях, причину остановки своих действий, почему вы не действуете. Вы себе стараетесь объяснить логически, почему я сейчас не делаю вот это. Либо почему сейчас нужно остановиться, почему сейчас не нужно как-то двигаться дальше. мысли какие-то такие вот тревожные, тревога по поводу, не знаю, каких-то кризисов. Как я буду себя вести, если вдруг вот это случится? Вы как будто бы себе заранее подготавливаете, это знаете, как, например, я не знаю, на случай войны, либо на случай на землетрясение. Вот у вас мысли проходят о том, что нужно взять с собой в первую очередь. Например, там, не знаю, сумочку так, надо положить документы, там, я знаю, фонарик, спички, там, зажигалку. Вот какие-то такие мысли на экстренные случаи у вас всегда проходят. То есть вы можете думать о чем-то, ну, я не знаю, о какой-то теме, которая вас беспокоит, и вдруг неожиданно какие-то такие кризисные моменты у вас проскальзывают. Либо, а что я буду делать, если будет вот так? А у вас такое происходит, даже когда вы кино смотрите, да, либо книгу читаете, там, где есть какая-то экстренная ситуация, либо экстремальная ситуация. Вы все время спрашиваете себя, а как бы я поступил? А что бы я сделал? Какие мысли вас посещают? О невозможности дальнейшего движения, о безвыходности, о неком таком ступоре, о том, что вы упираетесь головой в какой-то потолок, что нету возможности сейчас как-то решить вопросы. Но очень много мыслей о финансах, очень много мыслей о бытовой жизни. Где-то вы начинаете вести с собой диалог по поводу жизни в целом, насколько она несправедлива, насколько, возможно, вы не имеете то, чего хотели бы иметь, и почему с вами происходит так, а не происходит что-то иначе. Либо какая-то, вы знаете, хитрость, вы в каких-то моментах сами себя обманываете в том, что вот я все попробовал, уже больше пробовать нечего, вот, и одновременно где-то внутри, это вот, допустим, один голос говорит, а и одновременно внутри как будто бы есть какая-то тишина, и вот вам становится стыдно, потому что вы понимаете, что в этом вы себя обманываете, что есть что-то, что нужно сделать, вы не делаете, потому что вы этого боитесь. Так интересно, сами себя как будто бы пристыдили. Хорошо, о чем еще вы думаете, какие мысли вас посещают? О том, что вы можете утратить какое-то удовлетворение в своей жизни, какое-то наслаждение из-за того, что вам придется сделать какой-то выбор. Либо как-то проанализировать ситуацию, боитесь, что будет, вот я говорю, у вас мысли, не то чтобы они тревожные, а вы очень много думаете о каких-то сложных, кризисных моментах в своей жизни. Да, тревожитесь о том, чего вообще быть, ну, может и не быть в вашей жизни. Какие мысли еще вас посещают? О семье, о деньгах, о том, что где-то у вас есть, присутствует какая-то усталость, где-то, возможно, вы ощущаете, что вас недооценивают, что вам не уделяют столько внимания, сколько хотелось бы. у кого-то здесь мысли бывают иногда о том, что хочу сохранить то, что имею, главное, чтобы не потерять. То есть, да, зачем мне идти в это новое, достаточно не потерять то, что я уже сейчас имею. Либо как сделать так, чтобы сказать человеку, да, отстоять свою точку зрения, показать кому-то свою ценность, свою значимость. здесь мысли какие-то грустные. Грустные не в плане того, что вот вы огорчаетесь, а здесь вот присутствует какая-то усталость, энергетическая вымотанность. Вроде бы вы сильный человек по духу своему, а мысли иногда такие, ну вот мысли усталого человека, знаете, как будто после 12-часового рабочего дня, когда я уже ничего не хочу думать, ни о чем не хочу думать, вот, а голова сама думает. И то, что думает, ну это не очень позитивном ключе, а как-то повлиять на эти мысли уже и сил нету. Вот здесь какая-то такая общая энергия идет. Вот такие вот мысли были у вас, троечки. Как разнятся позиции, да, вот в этом, по крайней мере, раскладе, так очень четко, четко видно, да, то есть первая позиция думает о возвышенном, о чем-то таком философском, вот, и третья позиция думает о мирской жизни, вот, о реальной, та, которая есть в моменте здесь сейчас. Какие люди разные, энергии такие разные, очень удивительные. А я благодарю вас за внимание. Напоминаю, что, если я не ошибаюсь, этот расклад выйдет в пятницу, значит, в ближайшие выходные будет близ консультация, не пропустите ее, в разделе сообщества будет анонс, либо сегодня выйдет в тот день, когда вы смотрите этот расклад, либо в субботу утром, скорее всего, в пятницу вечером. не пропустите, приходите, я буду очень рада с вами поработать. А я прощаюсь до новой недели, новых раскладов. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok